Это Юрий Андреевич Тагунщиков, президент Ассоциации АВОК, профессор, доктор технических наук, член-корреспондент Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, заведующий кафедрой инженерного оборудования зданий МАРХИ. Мы, студентов-архитекторов, пытаемся приучить к инженерии, показать, насколько важно сегодня хотя бы немножко разбираться в инженерии. Хочу еще сказать, что Юрий Андреевич лауреат Нобелевской премии в составе межправительственной группы по изучению изменения климата. А его доклад – инженерно-архитектурное искусство современных зданий. Добрый день, уважаемые коллеги. Марина Михайловна так мне представила, что уже можно доклад не делать. Уже достаточно хорошо. Но что я хотел сказать в начале. Мы очень часто говорим об умных технологиях, умных зданиях и так далее. Но как их посмотреть? Умная технология здесь, в Москве. И тогда мы приняли такое решение. Мы готовим сейчас 37-ю выставку, конференцию «Москваэнергоэффективный город». И мы решили в рамках этого мероприятия провести инвестиционный форум. Инвестиционный форум. Он состоит из трех частей. В первой части мы запросили предприятия Москвы, чтобы они дали нам, каких умных технологий они нуждаются. Как они представляют, что им надо. С другой стороны, мы обратились к малому и среднему бизнесу, какие умные технологии они готовы дать Москве сегодня, чтобы этим воспользоваться. И третье, мы пригласили банки, которые готовы, крупные наши банки готовы финансировать внедрение, реализацию этих умных технологий. Вот интересно, что это получится. Мне очень интересно. Теперь, что касается моего выступления. То я бы хотел... Здесь уже упоминалось, я не знаю, как... Так. Так. Первое, я хотел бы сказать, чего начиналась история всего вопроса. А история сегодняшнего строительства, она начинается из трех, как бы, составляющих. Вот жилищное строительство – это первые инсулы римские. Причем по своей площади они были больше, чем современные многоэтажные здания. То есть площадь колебалась примерно от 400 метров квадратных. Ну, минимум было 200 метров квадратных. Была высота более трех метров, до трех с половиной метров. Вот вторая часть, которая... Значит, следующий слайд, пожалуйста. Вторая часть – это было строительство вилл различных. И третья – это строительство, значит, общественных зданий. Что мы имеем сегодня? Вместо, значит, этих инсул мы имеем многоэтажное вот это строительство. Не знаю, лучше оно или хуже. Мне оно явно не нравится. Мне оно явно не нравится. Почему? Когда я живу на даче, мне там много воздуха, пространства. Когда я в какую-то маленькую квартирку, то как-то я понимаю, что только для того, чтобы я выполнил свои физиологические потребности, посмотрел телевизор и ушел снова на работу. Что у нас стало дальше следующий? И вот, собственно говоря, современные дачные поселки. Но они довольно во многом привлекательные. И здесь наметилась целая плеяда архитекторов, которые именно занимаются коттеджным строительством и разработали очень интересное решение. Очень интересное решение. Под некоторую даже классику такой архитектуры московской. И третье, это значит общественное здание. Здесь тоже много интересных доходов. Но далее, в общем-то, какое же сегодня все строительство сегодняшнее? Оно начинается с энергетического кризиса 1974 года. Почему? Потому что, когда прошел этот кризис, говорили, что кончается вся энергия на Земле, но на самом деле не так просто спрос на энергию превышал предложение. И что было делать? Нужно было увеличить количество энергии. Но тогда были очень большие вклады. Нужно было делать, что было невозможно. И комиссию ООН стали искать, где можно экономить энергию. А экономить ее можно было в транспорте. И оказалось, что транспорт не достаточно развит в мире. Они посмотрели на технологии. Но технологии тоже продолжают бурно развиваться. Там нельзя экономить энергию, наоборот, она растет. И когда они посмотрели на строительство, то увидели, что к 1974 году строительство совершенно не использует достижения современных технологий, современных материалов, современных управляющих систем и так далее. И вот здесь весь удар энергетического кризиса пришелся на строительство. И первое, что на это откликнулись, это были архитекторы, которые продемонстрировали различные здания во всем мире. Здания с использованием энергии солнца, здания с использованием тепловых насосов, форма образования зданий и так далее. Но архитектор, на самом деле, всегда... Мне казалось, что это люди с энциклопедическими знаниями и очень остро откликающиеся на всякие проблемы. Здесь же предлагающие их решения. Мне все так казалось. И все-таки среди главных идей, главных проблем 21 века это обеспечение экологической безопасности жилища. Второе, создание зданий с эффективным использованием энергии. И третье, это использование нетрадиционной энергетики. Почему главная проблема, которая мне кажется, это экологическое безопасное жилище? Если посмотреть на наши нормативные современные документы, там нормируется только температура, влажность и подвижность. В то же время, сегодня целый большой перечень тех требований, тех параметров, которые мы должны учитывать, рассматривая микроклимат. И, в общем, оказывается, что один миллион зданий в США имеет плохое качество внутреннего воздуха. Но в основном здесь, как они сами пишут, виновата инженерия. И второе, что, к сожалению, около пяти тысяч человек умирают ежедневно от плохого качества внутреннего воздуха. Это так. Это так. Дальше основополучник этой теории был Олиф Ангер. Такой профессор, он, между прочим, был почетный член нашей ассоциации, принимал участие в ряде съездов, делал совершенно замечательные доклады. И вот Олиф Ангер, пожалуйста, он выдвинул теорию, что прежде всего нужно изучить биоэффлюенты. Это запахи от людей и животных. Потому что сегодня, когда мы нормируем по СО2, то СО2 никакой опасности для нас не представляет. Это как индикатор какой-то. Как будто плохо. На самом деле, вот биоэффлюенты. Ну, как изучить эти биоэффлюенты? Это же должна быть проблема только носа. Только мы это чувствуем. Тогда обратились, стали этим заниматься японцы. Они сделали искусственный нос, который содержал 2240 тысяч сенсоров, но оказалось, что нужно порядка миллиона. И вот тогда, значит, Фангер как бы это демонстрирует, показывает, что, в общем-то, нужно вот только так можно ощутить. И он сделал лаборатории, он сделал специальные исследования. Примерно в исследованиях подверглось более 10 тысяч человек, живущих на Южной Африке, в Европе, на Севере. Какой микроклимат для них, как они ощущают. И он произвел эту революцию. Сегодня в большинстве стран нормативные документы содержат требования Фангера, как оценить качество микроклимата. К сожалению, вот у нас этого нет. А нам это нужно сделать. А ведь он говорит, сколько показателей микроклимата, или, как тоже говорит, уже экологической безопасности жилища, в котором мы должны жить. Пожалуйста, вот заканчивая болезнью легионеров, о которой тоже мы мало чего знаем. Это, в общем, произошло таким образом, что состоялся съезд легионеров. Он одновременно проходил в Чикаго. И вот легионеры, участников Второй мировой войны, и в Чикаго, и в Краснодаре целый ряд заболели, умерли от неизвестной болезни. Когда стали звучать, оказалось, что это аэронобный микроб, который возникает в воде, имеющий температуру ниже 50 градусов. Ну, от 50 до 40 градусов. И, в общем, тогда вот это, задумывались об этой болезни легионеров, и сегодня ее изучают во всем мире. Ну, также, вот, дальше, когда случился кризис, вот я говорил, что архитект, который они вся себя замечательно проявляют, то в мире были построены архитекты, это видовое энергоэффективное здание. Здание с низким энергопотреблением, здание с ультронизким энергопотреблением, здание с ультронизмом, здание биоприиматической архитектуры, пожалуйста, дальше, Маринко. Здоровое здание, умное здание, интеллектуальное здание, здание высоких технологий, экологически нейтральное, sustainable building здание, и так далее, и так далее. И, в общем, каждое это направление отслеживало какая-то группа архитекторов, были построены демонстрационные такие проекты, совершенно интересные, совершенно замечательные. Но, наконец-то, пришли к выводу, что все эти здания необходимо определить одним понятием, как здание высоких технологий. И действительно, в общем, нам нужны высокие... Между прочим, в Википедии, умное здание, определяется как здание, которое содержит высокие технологии. Вот здесь такое. И поэтому пришли к этому, пожалуйста, дальше. И вот здесь первое, что обратили внимание, что наружный климат. Нельзя рассматривать наружный климат как недружественную нам среду. Наружный климат есть дружесть, и нам всегда только нужно научиться его правильно использовать. Ну вот, занимались у нас... Да, пожалуйста, это примеры зданий высоких технологий, вы их все знаете. Это здание Коммерцбанка, здание Борода Дюссельдорфа, здание Фостера, здание в Китае, там, большой город. Пожалуйста. Следующее, ну, это первое было здание высоких технологий, построено в Финляндии. Я должен сказать, что финны совершенно искусственные строители, совершенно талантливые люди. Беда их в том, что они не умеют себя рекламировать. Но они столько построили интересных зданий, энергоэффективных, вот, с низким потреблением, умных зданий. А вот рекламировать себя не имеют. Я скажу прямо, что я многому у них учился. Я, в общем-то, часто бывал в Финляндии в советское время, даже и многому у финнам учился, и в том числе и в дружественном такому к нам отношению. Пожалуйста, дальше это здание, вот, Коммерцбанка, дальше. Следующее. Вот очень интересное здание, которое построил стадион Дуома, Сапора, Хирошикара. Здесь в стадионе столько вещей, сколько даже у Фостера не содержится в этом здании. Прежде всего, этот стадион расположен на севере этого острова. Оттуда дуют сильные ветры. Это создавало неплохоприятный микроклимат ветровой поселке. И тогда он выбрал форму здания в виде крыла, которое просчитал. Прогоняли, рассеивали вот это неплохоприятное влияние ветра. Это выдвижное поле там имеется, солнечная радиация имеется. В общем, много-много чего. Вы в этом если кто почитает, Фостер. Вот чем он нравится мне, Фостер. Ну, правда, на него работали сразу 500 институтов. Это, в общем-то, что-то стоит. И вот, видите, он так сделал. Когда мы имеем солнце в летнее время, высоко, он не облучает сильное здание, не создает нагрузку на систему комиссионирования. А когда дальше следующее зимнее время, тогда, в общем, здесь все в порядке. Нам нужно солнце. Мы должны его получать. Следующее, вот, ну, это использование нетрадиционной энергетики, тепловых насосов. Вот информационный центр Корона. Нужно сказать, что в Финляндии построили огромный демонстрационный поселок, который называется, как он называется, архейки. Там несколько гектаров, где самые разные дома, используя слошечных коллекторов, электрических коллекторов, и вынесение на улицу нетрадиционной такие источники энергии. Новая система вентиляции, обогрева. Ну, вот одно из зданий, это, знаете что, это библиотека. Это здание, сделанное, крупное, и расположили по периметру сады с различной растительностью. Такие сделали, как в беседке отдыха. И когда движется солнце, пожалуйста, следующее, видите, оно в течение суток или в течение года меняет, оно попадает в какой-то сад, который находится в наиболее благоприятных условиях, оттуда забирается воздух для системы вентиляции, и вот в этот момент используется. Вот, в общем-то, простая идея, но очень интересно решена. Я хочу вам только показать окно, как элемент архитектурно-инженерного искусства. Сколько даже здесь можно найти? Ну, первое, вот вы знаете, это фостер, ну, высотное здание. Открыть окно, там создаются потоки ветра большие. Тогда было принято решение перед окном поставить стекло, на которое будет набегающий поток удалять и теряться. А сама вентиляция снизу поднимается, проходит, и можно делать свободную вентиляцию помещений. По существу в этом здании нет кондиционирования воздуха. Это вот те архитекторы, на мой взгляд, которые самые выдающиеся, если они найдут возможность построить здание без кондиционирования. Дальше, следующее, это двойные фасады, которые управляют всем микроклиматом помещений, которые используют парниковый эффект для солнечной радиации. Тоже типа окна. Дальше, ну, вот здесь кондиционирование воздуха. Обычно мы воздух кондиционируем и выбрасываем наружу. Здесь он проходит между двумя стеклами, и в зимнее время отдает тепло этим стеклам, а в летнее время он снимает с них, так как воздух кондиционирует прохладно, он снимает это тепло. Дальше одно как элементы энергоснабжения здания, то есть это покрыто электропроводящей пленкой, которая от индивидуальности и солнечной радиации может вырабатывать электрическую энергию. Дальше. Дальше. Вот одно как элементы архитектуры. Что такое архитектура? Я нашел только такое определение, что птица, залетая в помещение, даже не почувствует, что она залетела и снаружи, вовнутрь. Тоже это искусство окно. Пожалуйста, дальше. И окно как элементы эстетического комфорта. Вот совершенно разные возможности использования стекления для того, чтобы сделать комфортно жить для человека. Наконец, самое, мне кажется, замечательное, это мы можем оценить искусство архитектора или инженера. Как? Вот смотрите. Вот здесь соотношение. Внизу стоит оптимальное здание, например, по формообразованию. Мы умеем находить оптимальное здание по формообразованию. Теория разработала Мария Михайловна Бродач. Она, в общем-то, здесь единственная в мире. Совершенно замечательная. А вверху находится то здание, которое принято к проектированию. Если соотношение, например, 0,5, значит, архитектор плохо использовал наружный климат. Если, например, 0,7-0,8, значит, хорошо он его учел. Но точно так же могу оценить и инженерею. То или другое, если я знаю, оптимальное инженерное решение, но я его сравниваю с существующим, это вот такой показатель эффективности. Я его, эту статью посылал в Бразилию, на Конгресс архитекторов. Но они, значит, возмутились, что инженер начинает оценивать архитекторов. И отклонили ее. Но я тоже возмутился. Я написал им письмо. Они сказали, вы знаете, прошла ошибка. У нас только один был отрицательный отступ. У нас два дали положительный. Проезжайте, выступайте. Я сказал, спасибо, ладно, в следующий раз. Вот на этом все мое выступление. Спасибо большое.